Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Очередной вопрос от подписчика канала Денис Михник Здравствуйте Алексей! Всегда смотрю ваши ролики. Спасибо за вашу работу У меня Кашкай, механика, печка дует еле теплым. Даже если ставишь на максимум. Знаю у вас был Кашкай. Был у меня действительно Кашкай 2007 года. 6 лет я на нем отъездил. Скажите это нормально или есть проблема в системе охлаждения? Спасибо. Друзья мои давайте разбираться с этим вопросом В системе охлаждения Кашкай я не заметил никаких проблем пока туда не запустят руки эти сервисмены, которые находятся на сервисе. Прежде всего первая проблема была это фильтр. Фильтр салона. На вот этих вот Кашкаях, я не знаю как на последних, я с ними не сталкивался но вот этих вот первых Кашкаях, которые начинали выпуск 2007 года у них устанавливался фильтр салона непосредственно от педального блока. И не каждый мастер мог нормально вставить фильтр для того, чтобы вставить фильтр непосредственно в свое место, где он должен был установлен. Многие сжимали, скручивали этот фильтр, вставляли ну и надеясь на то, что он там сам выпрямится и разровняется и будет как-то полноценно работать. В результате получалось так, что когда я сам вскрыл после этих сервисменов этот фильтр для того, чтобы заменить потому что мне не нравились их цены потому что цены были заоблачные они не удосужились снять педальный блок, там этот педальный блок отсоединялся не сложно, но тем не менее, чтобы ровненько вставить надо было его открутить, они не открутили они скрутили фильтр, засунули туда и он так и остался. В результате я достаю оттуда этот фильтр, он весь в пыли, пылью забит радиатор непосредственно там печка или кондиционера я уже не помню, в общем первый радиатор который непосредственно контактирует с фильтром он был забит и достаточно сильно забит уже потому что все-таки соты в нем мелкие и вся эта грязь, пыль, все это мимо фильтра а фильтр был, ну скажем так, выглядел как песочные часы горизонтально уложены понимаете о чем я говорю я его уложил в кулечек и конечно же с претензией приехал к своему официальному дилеру так сказать, дилер, он же же сервис это все в одном месте ну и выставил им претензию они сказали, что будут наказаны якобы те, кто это делали но я говорю, что мне от этого не легче ну и естественно после этого они мне уже не предлагали такие услуги по замене фильтра по заоблачным ценам, как вы понимаете потому что я сам это делал и не стал я доверять больше этим специалистам так опять сказать в кавычках потому что специалистами таких людей назвать сложно поэтому одной из причин это может быть именно вот неправильная установка непосредственно фильтра вторая причина когда фильтр устанавливается рядом там стоит такой вот небольшой скажем так, один из деталей механизма управления и когда его снимаешь потому что туда, когда залазишь нужно снимать, отсоединять нужно его поставить правильно и там зубчатое получается соединение вполне возможно, что они по меткам неправильно поставили я сейчас уже не помню это было давно, друзья мои вы меня конечно извините но там есть именно вот со стороны где вставляешь фильтр вот именно вот это вот зубчатое колесо и если они неправильно поставили то заслонка будет неправильно открываться заслонка будет неправильно работать А они в любом случае его отсоединяли, потому что там невозможно заменить воздушный фильтр салона, пока его не отсоединишь И вот они отсоединяют и неправильно ставят Неправильно поставили, и все, у вас не будет тепла в вашем автомобиле Если двигатель вашего автомобиля прогревается нормально, вы можете проверить нагревание непосредственно самого элемента печки, то есть радиатора Вход и выход патрубков потрогайте Вход и выход, когда у вас внутри тепла нет в салоне Если они горячие у вас, значит у вас проблема вот с заслонками здесь, с фильтром, с засоренностью Если они остывшие, то значит у вас какая-то проблема уже с системой охлаждения Соответственно теплоноситель каким-то образом не поступает Возможно вам тогда, когда-то заменили антифриз, залили может быть какой-то некачественный Вы думаете, что на сервисе не льют некачественный? Поверьте мне, могут залить вам все что угодно там Залили вам какой-то некачественный, а качественный куда-нибудь продали или себе забрали Это тоже очень частая такая есть вещь именно на этих сервисах, на официальных сервисах Поверьте, знаю я, как-нибудь расскажу как это происходит Вот, и это конечно же приводит к тому, что потом ваша система может как-то засориться То есть проверить надо вот так, вначале вот это, а потом вот второе Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил Если этот видеоролик для вас оказался полезным, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Обязательно задавайте вопросы в комментариях Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok